Беларусы могут получать египетские электронные визы. Срок рассмотрения поданных документов составляет до 7 рабочих дней с даты регистрации, а срок действия разрешения – один месяц с правом его продления без дополнительных платежей. Стоимость сбора за рассмотрение заявки для однократного въезда – 25 долларов, многократного – 60. В ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования в Беларуси останутся соли. Как пояснили в Минтрансе, научно-исследовательский институт постоянно проводит мониторинг всех вновь появившихся смесей, их эффективности, соотношение цены, плавящей способности, объема применения. Из всех наименее вреден для природы хлористый натрий. ВВП Беларуси с начала года вырос на 3,3%. Ключевой показатель экономики за этот период составил более 95 миллиардов рублей, данные Белстата. Увеличилось и промышленное производство более чем на 9% пунктов. Есть все предпосылки достичь целей, заложенных в программе социально-экономического развития страны на этот год. От них зависит благосостояние людей. В Бобруйске у 44-летнего местного жителя с карточки украли деньги. Со слов пострадавшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Попросил назвать логин и пароль. Мужчина сообщил личные данные. Разговор сразу прекратился. Позже выяснилось, со счета похищены 340 рублей. Плюс с помощью его интернет-банкинга кто-то оформил онлайн-кредит на сумму в 15 тысяч. Бобруйская шахматистка выиграла первенство Беларуси. Турнир принимал Брест. Возраст участников от 8 до 18 лет. Варвара Полякова сделала золотой дубль. Девушка одержала победу в Рапиде, набрав 6,5 очков. И в Блице. Здесь результат 8 баллов. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.